МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апошня подей в области. У материалах корреспондента у Толерадо-компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Витаю вас, глядите ухэтым выпуску. У Гомеля изъявится первый в Беларуси шмат поверховый жилый дом с убудованным детячим садом. Сегодня в Ветковском районе пройшел концерт в Веншаванне «Мы славим жанчину працы». Активисты БРСМ подвели выники деятельности у минулым годе и вызначили планы на 2017-е. Каучек с мощами трех святых прибудет завтра у Гомель. А зараза в гэтым и иншим больше подробязна. У 19-м микрорайоне Гомеля почалося будавництва группы жилых домов. Особливость гэтага проекта у тым, что у одним из будинков будет размещаться детячий садок. Докладник – это будет филиал одной из ближайших дошкольных установ адукации. Садок будет различен на 60 мест. Там створятся все умовы для комфортного находжения детей и проведения занятков. На первом, по версии жилого дома, обсталют гимнастичную и музычную залы для музычных занятков. На улице изъявится гульневая зона с навесами. Особливую увагу надали безпецы детей. Учитывали все особенности, которые предусмотрены действующими ТНПА в части безопасности детей. Одна из фишек, скажем так, это система видеонаблюдения, которая обязательно оборудована все три дома. Игровая площадка будет ограждена, будет предотвращен проезд любого транспорта на территории, где будут гулять дети. Размова об размещении детячих садков у жилых новобудовлях ишла и ранее, но на практике такая идея реализуется у першиню. У новых спальных микрорайонах существует дефицит дошкольных установ. И это один из шляхов выращения проблемы. До того же есть и экономичные плюсы. На сегодняшний день, если построить отдельно стоящий детский сад, то стоимость одного места, человека места этого, будет около 35 тысяч белорусских рублей. А здесь разница, ну, более чем в три раза мы просчитываем стоимость около 11 тысяч. Поэтому есть и экономическая эффективность, не только социальная. Есть первые и для будущих же хоров новобудовлях. Это не одобьется на коште квадратного метра, а необходимость водить детей в садок у соседний микрорайон от падения. До конца 2017 года будовництво дома с детячим садком планует завершить. В субботу протягнуть работу промыть телефонной линии мясцовых органов Улады. 11-го соковика на питань Нижихару региона откажен наместник старшини Гомельского облывы Конкама Андрей Васильевич Конюшка. Нумер телефона 75 12 37. Гомельчан выслухает наместник старшини Гарвы Конкама Сергей Анатольевич Радзюк. Звонки он будет примать по телефону 75 18 54. Час работы промыть линии с 9 ранницы и до поудня. У Гомельским областным отделением Белорусского фонда Миру ушанование жанчин вырошили не обмяжовывать одним днем. Сегодня в Ветковском районе пройшел концерт виншования «Мы славим жанчину працы». На свято запросили представниц самых разных сфер. С жанчинами, якими гонорит Сергей Йон, сострелся Олег Синцерову. У Гомельчанской базовой школы селится двойный юбилей. 125 годов с момента заснования установы и 105 годов, як и она працует у сучасном будинку. Правда, коли директор Светлана Моисеева у першиню пришла сюда в 2004-м, школа выглядала далеко не самым лепшим чином и находилась у аварийном стане. Зато и теперь Гомельчанская базовая сирот лидеров у районной системы эдукации. Причим не только в плане доброго порадкования. Уже четвертый год сельская установа «Улику переможцев» обосновала конкурсу «Компьютер, адукация, интернет», а 70% наставников моют в первшую и высшейшую категории. Светлана Моисеева кажа, что «Вельми гонорит» со своим коллективом без ее допомоги ничего б не отремался. Хоть рассказывает директор не только об достигнениях заповедной мара, будонистово ящи никаких корпусов и перевод школы у статус средний. У нас проект на строительство, который предусматривает реорганизацию в базовые школы, в среднюю школу, потому как Хальч перспективный населенный пункт и количество детей в Хальче с каждым годом увеличивается. Сучастные женщины, люди особливые, достигнуть успехов могут у любой сферы. Они и керевники предприемства, и жевеловоды, от вынеков працы, яких задержится добробыт у всей господарки. Молоко для унитарного сельского господарчика предприемства «Радуга» Ветковского района – основный вид продукции. А тому и операторы машинного доения тут в особливой пашане. В минулом году от кожной коровы у господарца надоели 6200 кг молока. Максимум, и не самый высокий показчик, а значительно больше среднего областного. Подчас ушанования Наталью Бяжкову из «Радуга Агра» назовут вельми отказным работником. У Ветковский район она приехала с Витебшиной, май 18-й годов тому, и весь час працуя у одной господарцы дояркой. Причем работа не перешкодила ее выховать двух детей. Подчас сдымок женщина крыку соромится. Не кожный день дает ей такая увага. Это увагу ли рыса характерная для женщин, которые живут в сельской местовости. Мы обычно проводим по 4-5 номинациях. Чтобы были женщины-руководительницы, женщины-специалисты, заслуженные женщины, женщины-общественницы и молодые женщины. Вот обычно 5 номинаций, которые мы хотели бы почествовать. Милые, чаровные, каханные и незвычайные – это только некоторые эпитеты, которые чуют свой адрес в день концерта «Веншаванне». Мы славим женщину прасы. Приемные слова и не меньше приемные подарунки. С организаторами свято саправды можно погодиться. Одного дня, как признаться женщинам о любови, саправды мало. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район. До инших тем. Выконание правил дорожного руха, умовы захований життя и забеспечения квалификованных деяний у супрацовников МНС. Выратовальники просят насельничество не перешкоджать их работе. Для этого важно не парковать свои автомобили на тротуарах дворовых территорий, чтобы за все дыбу был забеспечен проезд выратовальной техники. В «Гомеле» напереды дни с завеликой колькостью властного транспорта упирать домом супрацовники МНС смогли выратовать на пожары только одного потерпелого, а могли заховать життя двум пагорельцам. Выратовальники были вымушены стратить каштонные хвилины, чтобы занять у жилым дворы место, с которого можно было бы выставлять автолесвецу. На одном из верхних поверхов дома отбылся пожар. В вынику после обследования, наполненной дымом квартиры, выратовальники вытягнули двух потерпелых мужчин, але медицинская допомога спотребилася уже только одному. Прибывшие к месту вызова спасатели столкнулись с проблемой. Ведь припаркованный автотранспорт мешал проезду специальной техники. В связи с этим пришлось тянуть магистральную линию аж за 80 метров до нужного подъезда, что в свою очередь увеличивает время реагирования и оказания помощи людям. Протягиваем выпуск. Активисты БРСМ подвели выники деятельности в минулом году и вызначили планы на 2017-е. Поширенный пленум прошел в Калинковичах. Подробности в нашем наступном сюжете. В делу пленуме приняли керевники Центрального комитета БРСМ, секретары районных и голеновых комитетов, а так само первичных организаций. Все не в составе БРСМ, а маль 80 тысяч человек, что складает 27% у бумерской молоди. Та молодежь, которая является нашим активом, для которой мы, собственно, и должны сегодня дать тот посыл, которого хватит на весь 2017 год. Это наш проект «Цветы Великой Победы», который мы из года в год проводим в разных формах с молодежью. Также мы хотим обратить внимание в этом году и в 2016-м особое внимание этому деля – это волонтерское движение, потому что это, наверное, тот механизм, который позволяет воспитать в молодом человеке чувство ответственности, чувство долга перед Родиной. По инициативе из-за делом областного комитета БРСМ в минулом году проведено больше тысячи социально значных мероприемств, накерованных на моральное выхование молоди, формирование активной громадянской позиции, пропаганду здоровых «Ладу життя». Активисты организации «Промали удел» у Днях молоди на славянском базаре, Дни вышиванки, с встречи «Открытый диалог» и акции «Беларусь. Кринеце натхнение». Особливую актуальность у Год науки набил проект «100 идей для Беларуси» – середоголовных досягнений, разведе студотрадовского руха. За минулый год працевал от Кавана больше за 14 тысяч человек. Мы работаем во Всероссийском детском центре «Орленок». Отряд у нас состоял из 26 человек. Девушки работали уборщиками помещения, а мальчиками – благоустройством территории. Но в 2016 году за хорошую работу нам предоставили еще такую новую должность, как дежурные администраторы. Работали мы два через два по 12 часов в день. Было организовано также еще питание и проживание для нас в «Орленке». Особливо отзначена деятельность археологичного отрада на раскопках у Речицком районе и будовничного отрада на реконструкции детячей областной клиничной больницы. В конце пленума пройшло узнагородживание активистов по выниках минулого года. Ганна Каральчук, Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Навученцы Гомельского колледжа бытового обслуговывания привезли у знагороды из Международного чемпионата по цирульницким майстерстве, нейл-дизайне и декоративной косметице «Невские бераги». На рахунку гомельчан шесть призовых местов. С лепшими гомельскими майстрами сустрелася Ганна Каральчук. Кожная девочка, ведая, что до выбора прически и макияжа треба ставиться не меньше отказно, чем до выбора сукенки. Добрый стилист сегодня на вагу золота. Однако тем майстрам, которые прошли конкурс «Невские бераги», можно доверять. «Невские бераги» – один из самых престижных фестивалей у сосветного масштаба. Он потребует от дельников высокого профессионального майстерства. Меты конкурса – развитие и укоренение инновационных распроцовок индустрии при гажосте, а также поддержка молодых специалистов. Он собирает профессионалов, которые могут обменяться опытом с коллегами и показать себе. Майстер-классы, адукационные программы, демонстрация новых технологий – все это могли увидеть и применить на практике конкурсанты. С макияжем мы первый раз едем из колледжа. Вдохновение черпалось птиц, у них такая раскраска вдохновляет. За основу я взяла фоамиран, бумага такая, ее можно как-то и поджигать, она тогда форму какую-то принимает. В конкурсе тоже там дается час 30, чтобы тоже как бы набросать все, все приклеить, лестницы, сразики. Четыре дни цирульники, визажисты и нейл-дизайнеры сдевляли журы. Дякуючи, что дзенны подрыхтовцы, наученцы Гомельского колледжа бытового обслуговывания, годно представили нашу краину и завоевали узнагороды. Лидером по их колькости стала Кристина Пашко. Я участвовала в «Золотом подснежнике», тоже заняла первое место по хайр-тату, потом я поехала в Киев, там тоже я взяла первое место. Сейчас в феврале среди мастеров я выступала и заняла второе место. Было тяжело, было много конкуренции. Как подрыхтовать конкурсную работу, треба ведать модные тенденции и створить цельный образ, прическу, макияж и сукенку, а главное — найти модель, которая выигрышно продемонстрирует работу мастера. На конкурсную работу дается не так уж и много времени, как многие думают, что 2-3 часа мы стоим и что-то делаем. 25 минут дается, например, на вечернюю прическу, вот старт пошел и все. За 25 минут мы должны сделать прическу, снять пенюары, все, и больше не дотрагиваться до модели. Можно придумать свою прическу, добавить в эту прическу свою изюминку, и если это сделать правильно, это заметят. Дипломы у Гомель так само привезли Виктория Миронова, у Владислава Гулай и Дарья Косенкова. Команда Беларуси «Лига творчей молодзи», у состава которой выходили гомельчане, занялася родкраин СНД первое место. Гомельский колледж что год прихтует своих вучнях до конкурса. Многие переможцы удельничали в универских берегах, як юниоры. До того ж, усе вельми мотивованные, бо после подобных перемог проблем с пошиком працы не узникая. Представники салона упрыгажості сами запрашают юные таленты до себе у команду. Ганна Коральчук, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Выстава картин дополненной реальности «Мираж» открылась у музея Палаца Румянцевых и Паскевичаў. Это целиком интерактивная простора, якая оживая при допомозе мобильных гаджетов. Наведвальникам необходно спамповать мобильный додаток с сайта «Мираж.бел». До речи, у зале музея ёсть бесплатный доступ у интернет. После нескладанных манипуляций можно приступать до вывучэння экспозиции. Трэба навудзіць телефон або планшэт на размещанное у зале картины. Усягова экспозиции каля 5-10 интерактивных работ. Яны пераносяць наведвальникаў у самой адалінае куткі планеты і навад на некалькі мільйонав гадоў тому, калі землю населялі динозауры. Ідея проекта заснавана на технологіў з выкарыстанням дополненной реальности, якая широко выкарыстовываецца ў рекламе і гульнявој індустриў. Эта выставка, в первую очередь, на наш взгляд, будзэт интересна подрастающему покаленню, молодёжи, молодым родителям с детьми, которые придут і смогут провести здесь свой выходной день, получив массу впечатлений. Даречі, с кожной картиной, праставленной на выставе «Мираж», можна зробіць оригінальне фотосдымкі. Завтра ў Гомель прибудуть вялікі святыні християнскага свету. У 8 гадзінраніцы православныя вернікі будуть сустракаць каучэх с частіцэмі можчы ў святых Георгія Перамоганосца, свящэнамучэніка Харалампія і пакутніка Ванифатія. Святыню разместіць ў свята Петропавловскім кафедральным саборы. Пакланіцца ёй можна будзе до 4-го красавіка. Гэта, а так сама іншыя новіны, вы можцэ знайсці на нашым сэйці ў інтернэці. Па адрасе www.tvrgomil.by. Нагэтым выпуск завершаны, ў студы працавала Наталі Ігнатянка. Мы сочым з развіцём падзею Гомері в області. Заставайтеся з нами.